Представители знака Зодиака, Близнецы, Близнецы мои дорогие, здравствуйте! Торопрогноз, гороскоп, 2024 год, события 2024 года и как изменится моя жизнь. Давайте узнаем подсказки карт. Хозяин года Дракон, знак небесного могущества и влияния. И очень символично, что как раз в 2024 году Плутон у нас переселяется полностью в знак Водолея. И неизбежно какая-то будет реструктуризация, какой-то новый порядок, новая иерархия будут закладываться. И поэтому в целом будет много преобразований, что-то не будет, как прежде. Реальные изменения приведут где-то и не к предсказуемым событиям, возможны даже метаморфозы. Пришло время снести все устаревшее и словно отстроить заново. Пришло время возродиться. Это то время, когда мы задаем сами себе вопросы. Куда я стремлюсь? Что я хочу достичь? Какого уровня жизни я бы хотел достичь или иметь? И принимаем решения в связи с этим. И, кстати, занимаем тоже позиции. Мы будем... Наша задача скорее вписаться вот в этот фарватер реформ. Плавно войти в него и быть счастливыми. Для вас, мои дорогие близнецы, как раз время 2024 год и вся энергетика, хоть Плутон, хоть Дракон, для вас очень перспективный год. Причем тут две вехи будут. Первая – профессиональная либо деятельность, либо вопросы, где, каким образом зарабатываю деньги. Много чего тут можно для себя решить. И второй момент – это ваша личная жизнь. Она словно будет упорядочена. Не будет какой-то синкопы. Вот те какие-то сомнения, непонятки – это может навсегда уйти из вашей жизни. Вам как раз 2024 год может подарить как и уверенность в самом себе, как и в завтрашнем дне. Кардинальным образом есть возможность улучшить как-либо жилищные условия, либо совершить переезд, либо, может быть, вы будете, ну, как-то обустраивать что-то, делать более комфортным. Это когда вы можете где-то почивать на лаврах, даже и вот так может быть. Но все же некоторые ситуации от всех нас потребуют и силы, силы воли и мужества. Само по себе ничего не будет происходить. В 2024 году и хозяин года – дракон. Это деятельные люди, которые рождены в этот год, так и в целом. Как будто управитель года, он нас подталкивает как важным решением, так и мы сделать, как будто что-то должны, ну, не просто, ну, как бы ты сделал на каком-то автоматизме. А здесь определенная доля осознанности. Зачем я это делаю? К чему это потом приведет? И вот где-то как раз логика – это ваша сильная сторона, мои дорогие близнецы. И вы, видимо, будете просчитывать не раз, зачем я занимаюсь тем или иным делом. Вот я начал или я готовлюсь решить какой-то вопрос. Хорошо, что дальше? Какие для меня бонусы? Каким образом это улучшит мою жизнь, добавит мне радости в жизни? И Плутон будет нам в течение года где-то навязывать какую-то необратимость, поэтому мы тоже чего-то и откажемся как раз. И это будет со знаком плюс, потому что тот балласт, который мы не можем словно взять в будущее, А ведь мы сказали, что словно реструктуризация какая-то проходит, новая иерархия отстраивается. Что-то из прежней жизни, каких-то шаблонов мы уже не возьмем в будущее. И поэтому, когда мы смотрим в будущее с оптимизмом, у нас больше и получается. И это как раз дважды касается вас. Под влиянием Плутона, знаете, невозможно изменить вот этот курс. Как будто заданные уже какие-то изменения, они заложились где-то прежде, причем годом, двумя раньше. Мы, наверное, все будем большими реалистами в 2024 году, когда даже для тех, кто не хотел ничего менять, наступает период, когда нам придется принять какие-то как новые условия жизни или новые правила игры. Нам придется принять как какую-то уже свершившуюся данность. И что касается чувств, как раз дракон уважает то, что надежно. Он уважает людей, на которых можно положиться. Он сам честен с людьми, окружающими. И поэтому ценит справедливые правила игры. И поэтому, скорее всего, вопросы осознанности и осознанного выбора будут стоять на первом месте. И будь то это работа или будь то это личная жизнь, психологическая устойчивость для нас, для всех будет положительным качеством. И также критическое мышление, потому что вокруг нас события будут или могут приобретать порой неожиданный оборот. Что-то само по себе меняется и только начинает отстраиваться. Продолжатся эти перемены еще и в 25-м году. Это где-то не конечная точка того, что, наверное, по планетарным событиям будет вообще для человечества меняться. Но уже 24-й год даст нам задел на далекое будущее. Давайте узнаем, что думают карты. Не всегда астрологический прогноз совпадает с картами Таро. И у нас будет три колоды. И мы зададим самые важные вопросы. Если мы говорим о событиях, то первая карта у нас будет. Какое же важное событие или чем мне запомнится 2024 год? Что для меня будет в наибольшем приоритете? По мнению карт, конечно. Итак, важное событие для вас, близнецы. Что новое войдет в мою жизнь? Или что, может быть, начнется? Может быть, что-то совершенно новое, чем вы не были заняты, чему не уделяли внимания? Какие неожиданности возможны в 2024 году? Так, и возьмем другую колоду. Второй иллюминатов. И первая карта. Что меня будет радовать в 2024 году? Что доброго, светлого придет на ваш порог. А также, что мне будет помогать? А что мне может помешать? И на колоде 78 дверей мы после откроем и зададим вопросы, какие двери будут открыты или что я смогу осуществить. Итак, давайте смотреть. Важное событие или чем запомнится мне 2024 год? Ну, вот то, что я сказала, стабильность. И у нас выпадает король Пентакли. У кого-то это может проиграться конкретный человек. И не важно, что у нас король. Это могут. Мы ведь к полукарты не привязываемся. Это энергетика такова. Но у кого-то может и совпасть отношения какие-то. Или личная жизнь. Или профессиональная деятельность. Есть взаимодействие с людьми. Может быть, есть в вашем окружении такой, который рожден под знаком зодиака, стихия, земли, телец, девок, озерок. Или имеет астендент. Или есть такой человек, который достаточно статусный, который сделал себя сам, который не боится работы, который умеет правильно где-то просчитать. А самое главное, люди надежные проходят по этой карте тоже. И, знаете, в целом, если мы уже немножко отойдем в сторону от взаимоотношений, карта нам говорит о стабильном периоде жизни, когда мы обустраиваем практически свое благополучие в деталях. Король Пентакли внимателен к деталям. То есть и место работы, и место проживания. И качество жизни. Не просто как прежде, а вот именно удовольствие от жизни. Он любит получать по королю Пентакли. И он это все сохраняет. Он где-то исключает всяческий риск. Поэтому какая-то продуманность, важное событие, если мы говорим, вы будете сохранять как и свой статус, как свои возможности заниматься только тем, что перспективно. Вы где-то будете больше внимания уделять отдыху своему собственному или тому, что вас, знаете как, делает сильнее, стабильнее, надежнее. Одним словом, это может проиграться, когда я могу где-то не суетиться, потому что я все контролирую. Как и в вопросе моих дел. Как у меня все понятно распределено, может быть, в личной жизни. Какие перспективы я перед собой ставлю. А главное, по этой карте осуществляются все те наши планы и мечты, которые мы себе планируем тоже. Вообще, прекрасная карта на важное событие, это когда все размеренно, умеренно, надежно, стабильно, что может быть лучше. Хотя сам по себе год, он достаточно переменчивый. Но значит, в вашем мире, мои дорогие близнецы, вот такой островок безопасности и стабильности вы можете создать. Что новое войдет в мою жизнь. Отдых у кого-то войдет, кто-то будет заниматься вопросами здоровья, кто-то много работал в предыдущий год. И вы будете высчитывать словно свое КПД. Можете прийти к выводу, что мои потраченные усилия и полученные, допустим, жалования или гонорар, они как-то не в соответствии в каком-то находятся. И вам захочется себе просто больше уделить внимания. Во-первых, будут деньги, это об этом нам сразу говорят карты. Но и будет возможность, когда не нужно для денег работать буквально много. А для кого-то эта карта может означать, что, знаете как, если мы до бесконечности, ну не побоюсь этого слова, вкалываем, то наш организм может дать сбой. И поэтому уделить как будто внимание самому себе, здоровью, планированию полноценного отдыха вам захочется. Может быть, вы прежде этим не занимались, а здесь вам захочется, возможно, путешествовать или как-то изменить жилье на более комфортное. Вы что-то будете обдумывать и будет отличать, видимо, неспешность. Если, может быть, прежде вы умеете работать в какой-то многозадачности и переключаться с одного вопроса на другой, быстро анализировать информацию. Вы знаете, мои дорогие близнецы, тут вы можете захотеть, да нет, я хочу как-то, вот как раз как король Пентакли, стабильно, умеренно, понятно, распланированно. Вот таких энергий может захотеться. И вы где-то не станете себя лишний раз тормошить, а уделите времени, время тому, чем вам захочется либо заниматься, либо, может быть, как-то правильно распределить свои силы, финансы и потраченное время. Давайте мы узнаем, какие будут неожиданности. Я не могу сказать, что это неожиданности, просто, наверное, у кого-то будет смена статуса из вас, правда, и у кого-то эта смена статуса через профессиональную деятельность, она у вас со знаком плюс, и в равной степени со знаком плюс личная жизнь. Это два основных направления, которые в положительном плане проигрываются в течение 2024 года. И поэтому самое время уделить внимание. И надо сказать, наверное, энергия любви где-то и энергия денег – это две взаимодополняющие энергии. И когда у нас в одном хорошо, у нас как будто будет хорошо и в другом. И вот этот самый баланс вы, видимо, будете удерживать. Но какие неожиданности, приятности, скорее всего. Опять же, вы перестанете куда-то спешить и торопиться, и больше внимания будете уделять самому себе своим возможностям. И, знаете, и, конечно, не назовешь вечным отпуском, безусловно, 2024 год, потому что мы сказали, что от наших приложенных усилий будет зависеть да практически все. Но вы, видимо, вот эти действия свои будете четко выверять. Нужно мне этим заниматься или тратить свое время. Нужно ли мне куда-то вкладываться, будь то отношения, будь то профессиональная деятельность. Или для меня это не имеет какого-то прогресса. Такой, наверное, рационализм вам поможет свои собственные желания увидеть. И как будто заново с собой познакомиться. А для кого-то из вас какие неожиданности? Может быть, какие-то, и правда, сюрпризы. Мы говорили, что возможны метафорфозы. Может быть, и здесь какие-то вопросы, которые касаются ваших супругов или вашей личной жизни. Может быть, какие-то приятности именно вас ожидают в плане личного счастья, любви, взаимоотношений с близкими. Потому что король кубков, он нам не говорит о конкретном событии. У каждого ведь своя какая-то история. Но это та карта, когда, с одной стороны, она нам говорит, будь мудрым и умей переключаться между денежной энергией, где требуется подсчет, рационализм. И научись дарить эмоции, будь готов принимать эти эмоции. И как будто взаимообмен, он тоже предполагается. Поэтому как будто больше для нас приятности в этот период, в неожиданностях, нежели каких-то турбуленций. Посмотрите, и статус-то тут будет меняться. И возможностей для нас новых достаточно может появиться. Но все будет зависеть от того, какое мы решение примем. Давайте мы узнаем, что будет радовать. Карта заслуженного успеха. Профессиональная деятельность точно будет радовать. Вопросы, которые будут, допустим, связаны со сменой вашей направления деятельности. Может быть, смена работы. У кого-то проиграется окончательный переезд. Или какие-то оформления документов важных. Что-то вы тут сможете осуществить. Для кого-то из вас вообще многие вопросы, которые сейчас, может быть, вызывают затруднения, как решить. А вот тут само где-то пойдет. Понятно, что вы будете действовать. Но, видимо, для вас где-то больше уверенности в собственных силах будет. Это ведь карта еще и мужества. Как будто, когда мы предполагаем, что да, просчитать все невозможно. Но, в принципе, я готов идти вперед. Потому что у нас и показано трое в лодке, которые не оборачиваются назад. Главное, не пытаться притянуть что-то из прошлого. Или не действовать по старому шаблону. И это нас будет радовать. Какие-то новые сами по себе перспективы, которые нас ведут к успеху, к счастью, к удаче. И мы будем, видимо, готовы даже какой-то период словно пройти. Вот в темноте ведь темная карта достаточно. Хотя смысл у нее великолепный. Так вот, мы будем готовы принять какую-то реальность для того, чтобы отстроить счастливое будущее. Или отстроить свой успех, свое благополучие. Никогда не будет уже, как прежде, и это правда, как будто на новом берегу. Мы окажемся кто-то буквально, а для кого-то это будет просто смена качества жизни. И это нас будет, безусловно, радовать. А что нам будет помогать? Ага, тут две карты. Вы знаете, практика – критерий истины. Вот буквально, если мы говорим, двойка мечей, ведь это как развилка судьбы. И мы можем так вот осознать окончательно, что да, или я теперь решаюсь на что-то, или никогда. Или я себя где-то словно заключу вот в такие, или в такое состояние, когда я буду вечно сомневаться в чем-то, или может, или не может. Или я принимаю решение, иду вперед, и тогда по принципу Пентакли – это карта марафонского забега. Это то, что нам приносит как доход, успех, какой-то наш социальный прогресс, профессиональный прогресс. Когда мы окружаем себя правильными людьми, когда нам есть и люди, которые приходят на помощь. Значит, свое окружение вы точно профильтруете, и это вам вторично будет помогать. Вам захочется надежных людей, а не те, которые сегодня сказали «да», а в нужный момент они не могут, или они где-то уходят от своих слов или обещаний. Вы вообще будете уделять внимание тому, что надежно, и это вам вторично будет помогать. Какие-то не сиюминутные, не одним моментом будут у вас планы, а на далекое будущее все то, что у нас, наверное, по королю Пентакли. Нам, видимо, это вторично, когда мы находимся в таких энергиях, в принципе, нам это будет помогать. И если мы себя надежными людьми, повторюсь, окружили, нам это тоже будет вторично помогать. Меньше неопределенностей тогда для вас, мои дорогие, тоже будет. Давайте мы узнаем, что же может помешать. Ну, в принципе, знаете, где-то резкость может помешать. Видимо, захочется, будет тот вопрос, когда от чего-то захочется отказаться. Или держать где-то тот баланс, чтобы четко понимать, чему стоит уделить внимание. Или, будем говорить, продолжать. А от чего нужно отказаться. От того, что это только вы решаете. Кто-то откажется, может быть, от отношений каких-то прежних, правда. И устремиться к каким-то другим отношениям. А надо сказать, для вас личная жизнь со знаком плюс как раз проигрывается в этот год. Вы можете создать, как и новый союз. И вообще, где-то с приходом весны, еще начало года, оно такое может быть, ну, вяло непонятное. Где-то мы можем быть такими уставшими, чувствовать какую-то апатию. Потому что это конец еще идет года кота. И вот начало 2024 года в таких энергиях может пройти. Но уже где-то с весны, с приходом тепла. И ожидаемо, ну, наверное, всегда год дракона бывает жарким чаще всего. Практически во всех регионах. Ну, европейской территории, если мы говорим. То вполне вероятно, весна будет ранняя. И буквально вы почувствуете себя как-то вот более ресурсными, что ли. И для кого-то из вас это может подтолкнуть к важному решению в вашей жизни. И правда, мы ведь здесь по королеве мечей сможем от чего-то отказаться. По крайней мере, это может проиграться, как, знаете, где-то наша решимость словно окончательно обрубить все возможные связи. У кого-то это может проиграться. Вы будете чувствовать себя достаточно ресурсным. Нам может помешать отчасти холодность суждений. Нам может, видимо, в чем-то, где нужно проявить эмоции. Нам может помешать излишний рационализм. Нам может также помешать излишняя независимость где-то. Или, знаете, резкость суждений, чтобы не оттолкнуть человека. Чтобы кого-то, может быть, не обидеть. Может помешать также, если мы где-то застрянем в прошлом. Ведь от наших действий, как я уже сказала, будет зависеть наше качество жизни. И если мы не захотим что-то менять, или мы, наоборот, будем что-то удерживать, не увидим какой-то реальности, нам это тоже помешает. И если по части мы говорим личной жизни и какая-то прежняя история, у вас, предположим, не удалась, мы не должны основываться на каком-то прежнем опыте и себе как будто закрывать дорогу в будущее. Это тоже будет для вас важно. Но и бездействовать не должны. Если вы один или одна для кого-то проиграется, как минимум нужно, видимо, продумать, каким образом познакомиться, не быть одному или одной. По крайней мере, иногда по этой карте проходит, увы, вдовство или вот это наше одиночество. И если мы в значении, что нам может помешать? Может быть, мы привыкли быть одному или одной, и вот это нам будет конкретно мешать. В этом значении у кого-то проиграется. Хотя энергетика – это ведь ваше. Но мы вот где-то, знаете, по шаблону действия мы считаем, что вот нужно вот именно так, или должно быть вот именно так. И альтернативных вариантов не видим. А именно этот момент нам может быть или создавать какие-то препятствия. Давайте мы узнаем. На колоде Таро 78 дверей. Какие двери будут открыты передо мной? В этой колоде ключевое значение – двери и ключи. Ух ты! Туз Жезлов. Все двери будут открыты. Туз Жезлов. У нас тут волшебник изображен, который взмахами рук открывает эти двери каким-то заклинанием, правильными словами, правильными действиями, но который прежде всего знает, что он хочет. И тот, который верит в свои собственные силы. Туз Жезлов – это всегда возможности. Какие двери будут открыты? Любые мои дорогие близнецы. Главное – хотеть. Главное – действовать, понимаете? Вот как раз где-то карту вот это дополняет значение Туз Жезлов. Нет для нас ничего невозможного. Посмотрите, шестерка Пентакли. Любая шесть в колоде Таро – это победа. И в данном случае Пентакли – финансовый успех, финансовая стабильность. Видимо, удачная может быть смена работы или возможности заработать денег. Или то, что вы себе поставили как задачу. У кого-то по бизнесу будут, значит, удачно идти бизнес. Какие-то, может быть, финансовые сделки или какая-то продуктивность нам, безусловно, будет помогать. И, видимо, двери-то как раз к финансовой стабильности. Если мы говорим про двери, мы словно открываем сами. Но будут и сюрпризы из разряда приятных. Потому что именно здесь, если мы говорим о значении дверей, как будто нам показана семья, которая… Семья, вот обратите внимание, на этой колоде карт. Мы не одни. И, значит, ну, правильное взаимодействие с миром. И, может быть, буквально ваша личная жизнь, она вам будет давать все богатства. Как и во взаимоотношениях, в чувствах, в радости, так и в финансовом доходе в том числе. И здесь открывается дверь. И мы видим на пороге подарки, сюрпризы. Ну, вот это благополучие, благосостояние, изобилие, процветание. От правильного взаимодействия будет зависеть. И от того, насколько мы правильно расходуем свою энергию. Но уже нам карта говорит о том, что финансовые, стало быть, двери куда-то в процветание для нас будут открыты. Давайте мы узнаем, что я смогу осуществить туз Пентакли. Два туза. Да все, что хотите. И по тузу Пентакли в этой колоде, посмотрите, нет дверей как таковых. Мы как будто находимся рядом с богатым, уютным домом. И снова про изобилие, процветание нам опять же говорит эта карта, про финансовый достаток, про новые возможности, про возможности оформить какие-то документы, про возможности и создать семью, и построить, может быть, новый дом, или совершить переезд. Да нет ничего невозможного для вас, мои дорогие близнецы. Поэтому самое главное, вот, наверное, по королеве мечей, вот то значение, которое озвучила, и не мешайте себе. Наоборот, сами себе где-то помогайте. Поэтому и для вас год 2024 несет большие возможности, как не просто чувствовать себя счастливым, а еще и в реальной жизни изменить качество этой жизни. А ведь это самое главное. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда.